В середине 17 века были проведены церковные реформы. Тысячи православных христиан не признали нововведений и объявили себя ревнителями старой веры. Три с половиной века они были гонимы государством и официальной церковью, но не изменили вере предков. Осветилась земля русская кровью мученической, протопоп в лапу. Храм-покрова Пресвятой Богородицы Минусинский. Единственная в Красноярском крае старообрядческая церковь. Торжественной Богородицы Минусинского и Урьянхайского Арселия. Богородицы Минусинскому и всея Сибири Силуяну. Это архиерейская митра. Такой митры, можно сказать, сейчас негде и не найдешь. И для воскрешения Сибирской епархии, да будет она символом передачи эстафеты того духовенства и благословения Божья, которое существовало, имело крепость духовную в те времена, когда была полнота и соблюдение христианского закона. По-христиански приносим вам и говорим «Спаси Христос». «Спаси Христос» О гибели Арсения живет у старообрядцев легенда. Сталин, желая узнать, кто же, кроме него, может учить истине и наставлять на путь, приказал привезти к нему старца. Из Сибири в железной клетке привезли Арсения. Сталин посмотрел кожа до кости, махнул рукой и не стал даже разговаривать. Но некоторые говорят, что епископа никуда не увозили, а вместе с другими православными священниками Арсений был связан и утоплен в протоке, в Минусинске, рядом с храмом, в котором служил. Так и скончался он, как писали старообрядцы, нужную смертью, претерпев мучения от власти и государства антихристовых. Никто не знает, сколько русских людей за три с лишним столетия приняли мучения за веру своих предков. До Никона Русь жила по старому обряду шесть с половиной веков. В последующие века древлеправославный обряд хранила старообрядческая церковь. Так как крестят сейчас владыка Силуян с троекратным погружением, крещены были младенцы присвятые мученики Борис и Глеб, преподобные Феодосий Печерский и Сергий Радонежский. Там в небе ангели поют, родился Божий Сын от Девы, Ему хвалу все воздают. О, встрепенись, душа больная, Скорей в надежду обрекись, Твой Бог принес тебе из рая Бальзам небесный исцелись. Спеши к нему, он ждет привета, Как жданный гость из дальних стран. Он к нам сниз шел, о, тьму от света, Он врач твоих душеви не храл. Субтитры подогнал «Симон» 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 Так на Руси велось издавна Сначала надо строить дом А потом играть свадьбу Скоро рядом с родительским домом Появится еще два Марина Ивановна Мать Евсея и Михаила После смерти мужа Евсея Парамоновича Забот по дому у нее прибавилось Все, что появляется на столе Дают лес, река, собственный огород В умении трудиться Старобрядцам не откажешь Такие огурцы Не всегда вырастают на юге края А здесь северное лето Вечная мерзлота Стремление к независимости Основная черта Открывают от гостей Спасибо, Господи Парамоновича Северное лето Северное лето Встречаясь со старобрядцами в этом далеком таежном селении Мы не могли понять Чем же они отличаются от нас Мирских Может быть Умением трудиться Северное лето В раскол В раскол ушло В основном Крестьянство Имена Боярыни Морозовой И княгини Урусовой Были исключением Но разве Русские крестьяне Шли в огонь И на дыбу Только ради Аза единого Не только Они бежали туда Где не было Крепостного права Указки господина Колхозного рабства Ну давай Вот тут поглядим Передашь гостиник деткам Мы удивлялись Урожаю Огурцов Выращенных Мариной Ивановной Какие там огурцы Оказывается В зоне Вечной мерзлоты И арбузы Можно выращивать И не смотрите Что они мелковаты Внутри Они красные И на вкус Очень сладкие Знаем Потому что Пробовали Привет Саши Тарень Ты Ты Тарень ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Но умеющие работать на земле, они никогда своей земли не имели. Умеющие строить дом и быть хозяином, они всегда были гонимыми. Казалось, не вынести всех несправедливостей. Но помогала вера. Вера, в которую крестил Русь в 988 году, Владимир Киевский. ЗВОНОК В ДВЕРЬ 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 ПЕСНЯ Не прервалась у них традиция, связь между поколениями. Ведь в этом и был один из смыслов раскола. Старообрядцы не приняли ориентации Никона на Грецию. Цеплялись за каждое слово, за букву, за двоеперстие, за каждую мелочь, чтобы жить так, как жили предки. ПЕСНЯ 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 Разбросанные по разным уголкам России на Урале, в Сибири, на Дальнем Востоке, эмигрировавшие в Америку и Австралию, старообрядцы остались верны идее духовного братства, идее русской соборности. Держись! ПЕСНЯ 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 Но какой русской не любит быстрой езды? Вот так и познакомились мы в Сибири, на пляже Таёжной речки Кас, со староверами. Ай да борода! ПЕСНЯ Часто о них говорят, мол, нелюдимые, угрюмые. Это уж как кому откроется. ПЕСНЯ 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 Кому закону в воскресенье работать нельзя. Отдыхают сегодня мерзляковые. Оксана, Фатей, их дочери Анюта, Ирина и Маша. ПЕСНЯ 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 На Масленицу случился в их доме пожар. ПЕСНЯ Началось гореть с крыши, когда дверь мы открыли, услышала шорох, там огонь трещал. И тут висела как раз над лестницей одеяло пуховое. Я его взяла, постелила на снег и вытащила детей раздетых. Тут же прибежали люди, начали тушить. Я тоже увидел пламя из-за леса, сразу кинулся со всех ног. Подбегаю, уже дома хватило пламенем, я подскочил, разбил окно и туда, и давай вытаскивать, чтобы подалось мне под руки. Рядом с домом стояли бочки с бензином, но к ним уже подойти нельзя было. Они здесь же стали взрываться. В считанные минуты шквал огня перекинулся через деревья, через стайки, и туда, к родительскому дому. Все стайки, постройки, овцы в стайках сгорели, собачонка и кошки. Но коров удалось спасти, хотя задохнулся теленок. Что значит для охотника потерять мотоциклы, снегоходы, ружья, охотничьи припасы, лодочные моторы? Когда сгорел дом, и пламя, подгоняемое ветром, уже перекидывалось на соседний дом матери Оксаны, Елизаветы Ефимовны, казалось, ничто не остановит беду. Елизавета Ефимовна отказалась перед камерой рассказать о чуде, случившемся в тот день Богородицы. Открыла дверь Елизавета Ефимовна, вышла с иконой, и между домом и огнем держала в руках икону. И здесь же буквально огонь в другую сторону от дома повернул. На какое-то время она оставила икону, пришлось ей убежать в избу, и пламя снова повернуло на дом. Тогда все закричали, держи икону, это помогает очень. Она снова встала и уже не уходила, все держало ее, и ветер как бы отходил от дома. Люди тушили, раскидывали бревна, таскали из-под горы ведрами воду, лили, снег кидали, кто руками, кто чем мог, и затушили. А дом чудом остался, может быть, с помощью вот этой иконы. Этот случай мы обсуждали в деревне потом с мужиками. Ну и пришли к одному выводу, что это только божественная сила. К осени у семьи Мерзляковых был готов новый дом. В этих местах о помощи не просят. Она приходит ко всякому, кто в ней нуждается. И никто не считает это чудом. В строительстве моего нового дома в первую очередь помог промхоз, стройматериалами. Ну а потом бригада охотников, односельчане. Это Соколов Василий, Мерзляков Роман, Ведерников Николай, Зибзеев Василий, Мархель Сергей, Соколов Александр. Срубили сруб и поставили дом под крышу. А нынче с отделкой дома также помогали Юрков Афанасий, вложил печи. Доморщев Александр застеклил рамы. Аникин Андрей провел электропроводку. Мясников Георгий Михайлович помогал. Соколов Федор. С отделкой дома также помогли Александр, Соколов, Срая. Ну и вот в результате, благодаря всем им, стоит наш дом. В красном углу избы икона распятия. Ею осветили новое жилище. Эту икону после пожара отдала детям Елизавета Ефимовна. Судя по распятию, Мерзляковы относятся к так называемым спасовцам. У беспоповцев существует много толков, но в беде или в радости никто не спрашивает у соседа обрядовых тонкостей. На новоселье пришла вся округа. Родные, знакомые, молодые и старые. Старики завинили съемку, грех сниматься на фотографию. Но времена меняют каноны, и молодые пригласили нас на праздник. Папаня, погуляю холостой. Папаня, погуляю холостой. Самовара закипели, девки замуж заходили, а ребята не бегут. Девки рев шеревут. Папаня, погуляю холостой. Жили мы по Горбачёву, жили мы по Ельцину, без огня и без пожара стали погорельцами. А только вышел на крылечко, как свидетель, и попал, наш петух чужую курицу к завалике приезжал. Натальяна, Натальяна, Натальяна! Зачем у вас 99 девок обнимают одного? Ну-ка, девочки, посмотрим-ка, что тут у нас в посылках. О, Машенька, это тебе подойдут. Давай-ка, Фомирь. А это кому? Это, наверное, Анюти. Анечка, Фомирь, как ты? Вон, какие красивые, тёплые. 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 А Иринка, сейчас мы, Иринка, ну-ка, найди, что там у тебя? Нет, нет. Ой, скорее-скорее. Не подходит. О, Чебурашка! Что там ещё лежит? Вот она, платьица какая-то. Жива в русском народе соборность. Всем миром против беды. У старобрядцев духовное братство особенно сильно. Случись несчастье на Генесее, об этом будут знать единоверцы на Алтае, Урале или на Дальнем Востоке. Откликнулись на беду не только единоверцы, но и мирские люди, узнавшие из краевой газеты о пожаре. Спаси вас Бог, добрые люди. Походите-ка в косолочках. Побегайте. В школу пойдёшь, и хорошо как раз подойдут. О, как топает. А дядя девочек всего наслали девчонкам. Не часто встретишь в таёжном селении старообрядку, работающую на государственной службе. Но для мерзляковых, особенно после пожара, лишние деньги не помешают. Поэтому Оксана устроилась на метеостанцию. В назначенный час замеряет температуру, уровень радиации, направление ветра. Трижды в день сводку передаёт в метеоцентр. Трижды в день сводку передаёт в метеоцентр. Как ловко спорится в ее руках любая работа Многовековая женская крестьянская традиция Содержать в порядке дом, мужа, детей Печь хлеб, ходить за скотом Как писалось в домострое Стол и блюда, и ложки, сосуды всякие, ковши и братины Печь затопив с утра и воды согрев Перемыть и вытереть и высушить После обеда и вечером так же А в избе и стены, и лавки Пол и окна, и двери, и скамьи И в сенях, и на крыльце точно так же Вымыть и вытереть, и вымести, и выскрести И всегда бы чисто было и лестница, и нижнее крыльцо Вот потому-то у добрых людей У хозяйственной жены всегда дом и прибран, и чист И в шоке Продолжение следует... Возможно, еще в далеком 17 веке предки старца Ивана Савельевича Гусева прятали эту книгу от уничтожения. Продолжение следует... Книги везли в страну, незнаемую Сибирь, на телегах и лодках, вместе с нехитрым крестьянским скарбом. Учили своих детей по древним книгам не только жить в вере, но и читать и писать. Что заставило их бежать от мира в эту глухомань? Какая судьба объединяет этих людей, молодого охотника Фатей Вавиловича Мерзлякова и старца Ивана Савельевича Гусева? Что может случиться, что заставило... Иван Савельевич бежал в тайгу в 30-е годы от власти, загонявшей крестьян в колхозное стадо. Фатей рос в другое время. Он учился в обычной советской школе, служил в армии, работает в промхозе, считается лучшим охотником. Охотниками были его отец, дед и прадед. Охотничьи навыки передавались из поколения в поколение. Оль, счастье презрело, но ты не гордишься, нельзя сказать смело. У русского крестьянина всегда было две основных заботы. Забота о земле и забота о душе. Труд и вера. Этим и жили. Труд питала вера, веру питала книга. Книжность пришла на Русь из Византии вместе с христианством. Книга для старобрядцев, святыня, и берегут ее как святыню. Именно старобрядцам обязана наша культура сохранением тысяч и тысяч древних книг, многих десятков историко-литературных произведений. Книга передавалась из одного поколения к другому, сохраняя традицию древней веры. ПЕСНЯ Книга передавалась из одного поколения к другому, сохраняя традицию древней веры. Книга передавалась из одного поколения к другому, сохраняя традицию древней веры. Книга Книга передавалась из одного поколения к другому, сохраняя традицию древней веры. на свои руки. Вставать приходится до света, чтобы пройти на лодке десятки километров, успеть поставить ловушки на андатру, проверить сети. Со стороны может показаться, что у Фатеи все получается легко, как бы между делом. Продолжение следует... Продолжение следует... В тайге нет ни начальников, ни указчиков. Каждый знает, что его завтрашний день и благополучие его семьи зависят от его труда. За лишним не гоняются, но работают от темна и до темна, чтобы было в доме все необходимое. Фатей приезжает на промысел в эти места постоянно. Не только потому, что здесь обилие ягод, рыбы и дичи. Здесь жили его родители и деды. Здесь родился он сам. Еще стоят полуразрушенные постройки родительского дома. И в каждый приезд он приходит на эти развалины. Память детства и память рода зовут его суда. В 1971 году поместный собор русской православной церкви признал дониконовские обряды спасительными и равночестными новым обрядом. И отменил проклятие на старобрядцев, як у небывшие. Красиво сказано. Як у небывшие. Вся наша страшная народная история, як у небывшие. Казня вакуума на костре, за великие на царской дом хулы, як у небывшие. Як у небывшие жизни тысяч русских крестьян, сжигавших себя в срубах, сосланных, замученных за долгие столетия существования власти антихристовой. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...